Знаете, фильм, который я вам хочу показать, я делал много лет назад. Но недавно пришел к выводу, что прошли годы, а он до сих пор не потерял своей актуальности. Казахстанские события наглядно это подтвердили, потому что годы идут, ничего не меняется. То, что мы наблюдали несколько дней назад, там, в бывшей Союзной Республике, примерно то же самое я показывал вот в этом вот фильме, только многими годами раньше, я думаю, еще долго вот эта вот документалка не потеряет, не потеряется, да, не устареет, не перестанет быть вчерашним днем, ну, во всяком случае, до тех пор, пока мы, россияне, не начнем жить уже для себя. Очень рекомендую вам, посмотрите, сделайте выводы, ну, а ваше мнение оставляйте в комментариях. Увидимся. ВИЗГ 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 Наш мозг постоянно решает эту задачу. Мы выбираем политиков и майонез, машины и музыку, запахи и партии, костюм для вечеринки и йогурт на утро, стиль поведения и спутника жизни. Нам кажется, что мы свободны в выборе. На самом деле, на наше сознание и подсознание ежеминутно воздействует масса факторов, совокупность которых в конечном итоге и формирует наш выбор. Я могу сказать, что смысл жизни всегда заключен в достижении значимости. Во всяком случае, человек так этот смысл жизни чувствует. За каким чертом мне нужно давать вам интервью? Зачем человеку хочется залезть в ящик? Это способ достижения значимости. Правда? Это способ сделать так, чтобы мое мнение услышало, согласившись с ним или нет, большое количество людей. Искусство жонглирования фактами и манипуляции сознанием и называется пиаром. Фактически, пиарщик создает целый мир, который работает только на то, чтобы человек сделал нужный выбор. Ассы пиара утверждают, что способны продать святую воду сатане. Они в совершенстве знают психологию масс и общаются с подсознанием на ты об этих людях и их профессиональных секретах в нашем фильме. Их называют манипуляторами. Их профессия интриги, а результаты их труда скандал. Народ живет по принципу, который был сформулирован классиком в свое время. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Кто зажигает звезды? Какие инструменты при этом используются? Все, кто действует за рамки уголовного комикса, им пиарщики не нужны. Когда цель оправдывает средства. Есть конституционное право на бунт. Оно четко регламентировано. Сколько денег вращается в этой сфере? Какова цена популярности? Представьте себе, маленькая Камчатка, но когда-то в совокупности все кандидаты на губернаторские выборы потратили 12-15 миллионов долларов. Можно ли сделать публичную персону из простого прохожего? Смотрите прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый простой пиар-прием – провокация. Но он же и самый действенный. В сентябре 2012 года по мусульманскому миру прокатилась волна протестов. Гнев и негодование последователей ислама вызвал самодельный фильм. Непредставляющая художественной ценности трехкопеечная самоделка вызвала возмущение планетарного масштаба. Вот лишь некоторые последствия. Убит посол США в Ливии. К берегам Ливии, а заодно и Сирии, подтягиваются вооруженные силы США и блока НАТО. Ближний Восток – на грани очередного витка насилия. Провокации появились не вчера. Всегда использовались в политике. Вторая мировая война началась с того, что якобы поляки напали на немецкую радиостанцию. А потом те же самые немцы поджигали их так, чтобы выкорчевать всех коммунистов в Германии. И так, если мы в историю будем уходить, всегда кто-то там что-то сделал, какую-то провокацию. Есть картинка даже, где ливийский, вот этот постол, сидит возле трупа Каддафи и как бы любуется, так сказать. И потом вторая картинка, как точно так же растерзали его, как Каддафи. А еще арабам снова не дали задуматься над тем, что арабская весна закончилась ничем. Вместо старых диктатур к власти пришли радикальные исламисты. Уровень жизни упал, поток туристических денег иссяк. К ресурсам стран Ближнего Востока открыть доступ. И даже в России под предлогом нераспространения гадостей всерьез шли разговоры об ограничении доступа граждан к Ютьюбу. Как будто невинность мусульман единственная гадость на этом портале. Американцы, которые всегда стремились работать на вот этих провокациях, всегда стремились создавать рискованные ситуации, такой невидимости, когда все противники дезориентированы, они очень быстро новое что-то придумывают, потом еще что-то новое. И таким образом управляют всем. Это люди, которые едут на велосипеде, у которого нельзя прекратить крутить педали. Как только ты их прекращаешь крутить, в том числе экономически, политически, военную мощь, хоть как-то на секунду, ты сразу падаешь на бок, и там тебя съедают все остальные. Провокация очень часто используется для отвлечения внимания от реальных проблем. Этот прием подсмотрен пиарщиками в реальной жизни. Точно так же переключают общественное внимание настоящие трагедии. Если бы мы, например, 9 сентября 2001 года спросили бы американских граждан, о чем вы думаете, в первую очередь, что для вас важно, они бы говорили, что у нас есть проблема абортов, повышения или снижения налогов. И вдруг 11 сентября, если бы спросили любого гражданина, что главное, какая главная проблема Америки, он бы сказал, ну, конечно, международный терроризм. Что произошло? Одно событие. Если трагедия не происходит в нужный момент, ее надо придумать. Особый цинизм – отличительная черта современного пиара. Пиар, паблик релэйшнс, буквально переводится с английского как «связи с общественностью». На самом деле смысл понятия гораздо шире. Термин пиар обозначает всю палитру взаимодействия с обществом или массой людей. От формирования имиджа поп или рок-звезды до раскруки магазинов, торговых марок или политических партий. В политике термин пиар чаще всего употребляется, когда речь заходит о формировании общественного мнения с целью склонить избирателей к голосованию за нужного кандидата. В более узком смысле пиар – манипуляция общественным сознанием. 2012 год в России стал годом Пусси Райет. Панк-молебен в главном храме страны, арест, суд и приговор, все этапы большого скандала были растиражированы в десятках телевизионных репортажей, сотнях газетных статей и тысячах интернет-страниц. Кипели и блоги, и официальные СМИ. Сначала спорили – хулиганство или искусство. Потом обсуждали приговор – строгий или нет. На мой взгляд, они сели на два года не из-за того, что у нас суровое правосудие, а из-за того, что у них были безобразные адвокаты. Адвокаты не делали ничего, чтобы их защищать, но делали все для того, чтобы их раскрутить. Многие говорили – гениальная провокация. Но только профессионалы от пиара знали, что вся шумиха вокруг пусть рает – великолепная иллюстрация к пиар-технологии под названием «вызов». Смысл технологии «вызов» ясен из названия. При этом необходимо соблюсти несколько условий. Вызов должен бросать маленький, но гордый, большому и сильному. Наше подсознание устроено таким образом, что мы почти всегда на стороне слабого, но отважного. А большой и сильный при этом попадает в патовую ситуацию. Если он побеждает слабого, автоматически становится людоедом и убийцей младенцев. А если проигрывает слабому, автоматически теряет авторитет. Яркий пример сработавшего вызова – революция Рос в Грузии. Или отделение Косово от Сербии, когда косовские албанцы сыграли роль маленького гордого народа, а сербы были назначены плохими парнями. В конечном итоге и Ельцин на танке – это тоже вызов. Словом, примеров масса. Вторым непременным условием грамотно брошенного вызова является правильно ориентированная пресса. И в этом тоже искусство пиарщика. У любого скандала, естественного или искусственно созданного, есть эхо. Масса публикаций в прессе и на телевидении вызывает у психически неуравновешенных людей или просто любителей бесплатного пиара желание оседлать волну. У героев скандала появляются последователи. Например, после истории с Пусси Райетт по России прокатилась волна вандализма в храмах. В Казани на месте убийства двух женщин была найдена надпись, сделанная кровью, свободу Пусси Райетт. Киев, август 2012-го. Участницы этого акта вандализма, активистки украинской группы Фемен, объясняли позже, что решили так продемонстрировать свою солидарность с российскими Пусси Райетт. Правда, для чего в данной ситуации потребовалось спиливать крест? И почему католический для всех так и осталось загадкой? Часто раскрученное скандалом название становится торговой маркой. После процесса над Пусси Райетт стало ясно, что это еще и коммерческий проект. Когда начали торговать футболочками, толстовочками, кружечками, и оказалось, что регистрируется товарный знак и 5 миллионов рублей будут взимать с каждого, кто будет пытаться его использовать, стало понятно, что это еще и коммерция. Потому как затихает или длится эхо скандала, бывалый пиарщик точно может сказать, подогревается он или нет. И уж совершенно точно и не сговариваясь, пиарщики знают, что говорить, чтобы гарантированно оказаться на экране телевизора. Нету там никакой музыки, нету там никакого творчества, есть распущенность, хамство. И самое главное, это провокация против России, которая вообще задумана теми силами, которые хотят развалить наше государство. Андрей Разин самородок от пиара. Он сам когда-то совершил революцию, создав масштабный проект, аналогов которому, наверное, уже никогда не будет. Бывший детдомовец из Ставрополья за несколько месяцев умудрился поставить с ног на голову всю страну. Он даже тогдашнего руководителя государства Горбачева с его перестройкой обошел на повороте. Это можно было сравнить с массовой истерией, когда однажды весь СССР запел «Белые розы» его ласкового мая. Пиар-ход, придуманный Разиным, был действительно дерзким и красивым. Еще бы! Распустить слух о своем родстве с первым лицом государства. Подобной наглости ни до, ни после него себе никто не позволял. Разин не просто объявил себя племянником Горбачева. Он еще и песню об этом спел. И не где-нибудь, а в эфире Центрального телевидения в день рождения самого. Был такой зампредседателя гостелерадио СССР Попов Владимир Николаевич. Он отвечал за музыку. И как-то я зашел в кабинет и по ВЧ позвонил ему голосом Горбачева. Я взял трубку и говорю, Попов, ты? Это Горбачев. Да, Михаил Сергеевич. У меня, слушай, день рождения, там Андрей написал песню. Ты давай ее покажи. Тогда многие подумали, что Разин подписал себе приговор. Шутка ли? На главного замахнуться. Не тут-то было. Горбачев юмор оценил и предпочел простить наглеца. Почему самые востребованные модели – это, как правило, безликие, угловатые девушки? Потому что из них можно слепить что угодно. Как их причешешь, накрасишь, во что оденешь – такими они и будут. С политиками и звездами шоу-бизнеса – то же самое. Когда-то Борис Абрамович Березовский сказал фразу «Дайте мне достаточное количество денег, и я сделаю премьер-министром своего лабрадора». Что касается технологов, многие именно так и действуют. Со стороны может показаться, что публичные люди наделены какими-то особенными качествами, что они более талантливы, более образованы, обладают сверхспособностями. На самом деле все это миф. Публичная персона – это человек, который не принадлежит сам себе. Он живет по легенде, которую ему придумали, придерживается определенного стиля и манер поведения. И у нас были реальные примеры, когда мы, встретив одного кандидата, сказали, «Уважаемый, вам лучше вообще не появляться. Вот вам путевочка, езжайте, отдыхайте, приезжайте потом за мандатом». И такое прокатывалось. При желании можно даже недостатки превратить в достоинства. По крайней мере, сделать так, чтобы они не мешали карьере. Один из самых успешных республиканцев в Соединенных Штатах Америки – Ньют Гинвич. Человек, на котором, казалось бы, негде ставить клейма. Человек более чем экстравагантный. Человек, который, ну, скажем так, у которого сестра лесбиянка, у которого было четыре брака, у которого застукали с любовницей в отеле. Он умеет именно вот этой своей искренностью, именно вот этим признанием – да, у меня есть любовница, да, у меня сестра лесбиянка и так далее. Этим всем он обезоруживает фактически. Сейчас он фактически второй человек республиканской партии. Смотрите далее в документальном проекте «Игры с разумом». Почему Украина – рай для пиарщиков? Представьте, у нас с 2004 года по 2010 прошло семь туров различных выборов. Кто зажигает звезды? И все ли методы хороши в достижении поставленных целей? В этих войнах, вы понимаете, в большинстве случаев нет ни правых, ни левых. Когда цель оправдывает средства? Есть конституционное право на бунт. Оно четко регламентировано. Сколько денег вращается в этой сфере? Какова цена популярности? У кого-то звездная болезнь возникает. Да я сам все решил, это меня народ любит, это я вот такой, это самое, великий. И можно ли сделать публичную персону из простого прохожего? Обо всем этом через пару минут. В СССР не было не только секса, но и пиара. Первые выборы на постсоветском пространстве политтехнологи вспоминают как первую любовь. Население, еще не ставшее электоратом, все пиар-ходы принимало за чистую монету. Впрочем, Борис Ельцин действительно стал первым всенародно избранным. Ко второму сроку ситуация изменилась. Выборы 1996 года запомнились пиаром массового поражения и слоганами «Выбирай сердцем» и «Голосуй, а то проиграешь». Это было чудовищное время, просто ужасное, когда ни твои знания, ни образование, ни деньги, ничего не имело значения. То есть просто вот все обесценилось, вот как рухнули эти рубли там, и обесценилось все вокруг. Точно такая же девальвация. Абсолютно разрушенное государство, которое меняло свою структуру и меняло свой строй просто идеологически. Я не думаю, что кто-то другой сделал бы меньше ошибок, чем он. В 1996 году Россия впервые встала перед угрозой коммунистического реванша. Голоса избирателей разделились. Старшее поколение едва не сделало Геннадия Зюганова вторым всенародно избранным. Задачей пиарщиков Ельцина было не только привлечь на выборы молодежь, но и заставить ее проголосовать за своего кандидата. Голосуй или проиграешь – лозунг, который сделал невозможное. Идею позаимствовали у пиарщиков Билла Клинтона, взяв за основу выборы президента США в 92-м году, где на электорат воздействовали через звезд шоу-бизнеса. В Америке это сработало. Сработало потом и в России. Было две теории. Раньше одна утверждала, что люди будут думать и поступать так, как им навязывают СМИ. А вторая теория говорила, что СМИ, они совершенно независимы, свободны, и они ничего не навязывают. В итоге, в конце, опять-таки, 20-го века, МакКомс и Шоу, американские авторы, предложили теорию повестки дня, где соединили как бы две концепции. Они сказали, да, потребитель свободен, свободен в том, какой он выбор сделает. Скажет он, да или нет. Но вопрос, о котором будет думать человек, будет ли он говорить, да или нет, вопрос задают средства массовой информации. Еще один слоган тех выборов – «Выбирай сердцем». Призыв, изначально отключающий основной выбирающий орган – мозг. Призыв голосовать сердцем сразу переводит выбор в плоскость «нравится-не нравится». Анализируются уже не предвыборные обещания, а образ политика – высокий, низкий, толстый, стройный, трусливый, храбрый. Понятно, что сердце выберет высокого, стройного и храброго. Но трусливый политик, может, принес бы больше пользы своей стране, сделав, например, все, чтобы избежать войны. Многие обещания Ельцина были в 96-м году ориентированы на молодежь. Например, сделать армию контрактной. На фоне первой чеченской кампании это тоже сработало. Но и через 16 лет армия в России комплектуется призывниками, а не контрактными. Борис Ельцин был в буквальном смысле первопроходцем пиар-технологий в России. Многим он запомнился тем, что не боялся ходить в народ. Он ездил в общественном транспорте, боролся с привилегиями и выигрывал. Многие региональные политики вслед за Ельциным пошли в народ и сделали эти походы своей фишкой. Для политика очень важно говорить с народом на одном языке, раз. А во-вторых, говорить народу то, что хочет этот народ услышать. В данном конкретном случае. Не вообще. А вот ты приехал в эту деревню, да, или в этот район, или в этот город, да, ты должен хорошо знать, что, чем живет это, эти люди. Он даже ушел красиво, став первым за сотню лет правителем России, который не был свергнут или не умер на престоле. В последний день уходящего века я ухожу в отставку. Украина. Место, где последние 10 лет работают не только свои собственные, но и ведущие пиарщики из России. Тут используются проверенные и проверяются новые пиар-технологии. Здесь крутятся огромные деньги. Здесь, как шутят сами политтехнологи, проходит чемпионат мира по пиару. Ну вот представьте, у нас с 2004 года по 2010 прошло 7 туров различных выборов. Три тура президентских выборов, потом еще два тура президентских, два срочные и досрочные выборы Верховной Рады, выборы мэра Киева. Представляете, какое событие сконцентрировано на короткий промежуток времени. Крылатая фраза из советской комедии «Свадьба в Малиновке» «Опять власть меняется» лучше всего подходит для описания ситуации в Киеве. Такого количества смен политических элит не видела ни одна из бывших союзных республик. От революции к выборам, от выборов к перевыборам. Кажется, что этот процесс бесконечен. Люди уже не знают, во что верить, а главное – кому. Если мы посмотрим на нашу политику, она очень непрофессиональна. В ней состоят люди, которые пришли во власть, и учиться они уже не хотят. Они пришли во власть, они смотрят, подходят к карте города, страны, и обалдевшими от счастья глазами смотрят и думают – это все мое. И вот когда на человека падает вот такая корона, когда у него там стоит десятка, сотка, одна закрытая связь, вторая, третья, ему достаточно куда-то позвонить, и тебе все несут. На Украине сегодня официально функционируют около двухсот партий. И это не партии-однодневки, созданные под конкретную избирательную кампанию, вроде партии любителей пива. Это вполне успешные коммерческие предприятия, постоянно зарабатывающие от выборов до выборов. У нас большинство электоратов начали голосовать желудком просто. И они очень часто подходят крайне прагматично. Они могут взять, скажем так, продуктовые пайки у всех кандидатов и проголосовать потом у того, у кого будет на 100 грамм больше гречки вложенной в этот пайк. Для большинства простых украинцев выборы давно превратились в единственную возможность хоть как-то заработать себе на жизнь. А бизнес в условиях постоянно меняющихся политических реалий и невозможности составить хоть сколько-нибудь долгосрочный план превратился в воровство и вывод денег из страны. В 2011 году с Украины было выведено около 50 миллиардов долларов. Больше годового бюджета страны. Впрочем, часть денег, побывав на офшорных счетах, возвращается на Украину. Но эти деньги не развивают страну, а буксуют, снова и снова обслуживая коррупцию. Украденные деньги, которые здесь, затем под видом инвестиций, под льготные налогообложения и так далее, и так далее, и так далее, вкладываются и часто густо даже не в модернизацию производства, что было бы логично, разумно и хорошо для всех, а в скупку земельных активов, в дальнейшую приватизацию за 5 копеек, в лоббистские схемы, в назначение судей, в подкуп министров и так далее, и так далее, и так далее. Стоимость предвыборной кампании складывается из расчета от 2 до 4 долларов на избирателя. А дальше у кого какие возможности. Разумеется, чем больше денег кандидат готов потратить, тем больше у него шансов на успех. Деньги по-прежнему решают, если не все, то многое. Вот представьте себе маленькая Камчатка, там 350 тысяч жителей живет, вроде бы совершенно немного, но когда-то в совокупности все кандидаты на губернаторские выборы потратили 12-15 миллионов долларов. Фантастические суммы, которые, ну, просто даже центральной России не снились. Но никто, даже сами пиарщики, не скажет точно, сколько денег крутится в этой сфере. Большинство сходится на том, что цифра эта астрономическая. В России ежегодно становятся депутатами, мэрами и занимают различные выборные должности около полумиллиона человек, а претендуют в пять раз больше. Мне могли бы обращаться миллиарды не только рублей, но и долларов у нас в России, потому что люди у нас такие же, как и в сомнии, они тщеславны, они хотят бороться, они хотят побеждать. То, что мы, точнее, наше руководство сейчас фактически уничтожило политику, вывело ее из публичности в некую бюрократическую такую вошину, но, в общем, я считаю, что мы потеряли только на этом не меньше, там, десяти процентов валов в бутиньевых продуктов. Потому что в сомнии политика, как, ну, что Барак Абаба собрал 500 миллиардов долларов на свою компанию. И, между прочим, истратил. Это огромный маховик, где крутится огромное количество денег и людей. Многие, идущие на выборы, расценивают траты на избирательную компанию как инвестицию, с которой вскоре получат доход. В самом деле, стоит ли считать затраты на агитацию, если в конечном итоге в твоем распоряжении оказывается город и все городское хозяйство? Есть и обратная ситуация, когда раскрученное политическое имя становится брендом. В первую очередь раскрученные политические фигуры украсили собой водочные этикетки. Так в разное время в магазинах появлялась водка Горбачев и Ельцин, затем знакомые фамилии стали встречаться на сигаретах, туалетной воде, лекарствах, шоколадках. Предлагали туалетную бумагу, презервативы, поэтому не давали согласия. А вот продукты питания, одежда, одеколон, сигареты, это даем согласие. У нас бренд или ЛДПР, или фамилия моя. Но вот мороженое, эта компания уговорила, оно выходит под брендом «Жирик». Вот москвичи, молодежь, МК, навязали им это «Жирик». Ну, думаю, черт с ним, пускай будет мороженое «Жирик», пускай молодежь, потому что молодежь любит сокращение, свой сленг, свой молодежь. Смотрите далее в документальном проекте «Игры с разумом». Все ли методы хороши в достижении поставленных целей? В этих войнах, вы понимаете, в большинстве случаев нет ни правых, ни левых. Чем пахнут политики? Знаете, чем он пах? Булочками. Какова цена популярности? У кого-то звездная болезнь возникает. Да я сам все решил, это меня народ любит, это я вот такой, это самое, великий. Обо всем этом через пару минут. Публикации липовых прогнозов, экспертных оценок и рейтингов давно стали частью выборных технологий. Такой ход называется провокацией субъективности. Скажем, в разгар избирательной кампании к вам на улице подходит интервьюер и спрашивает, как вы думаете, кандидат такой-то победит в первом туре? Так в вашу голову вкладывают программу, что кандидат такой-то победит в любом случае. Вопрос остается за малым. Два тура будет или один? Что тут выбирать? Дело в том, что очень часто народ живет по принципу, который был сформулирован классиком в свое время. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Вот, поэтому народ всегда обманывается, наступает на граблю, наступает вторично и так далее. Вариант провокации субъективности – ложный выбор. Вопрос почти такой же – кто победит на выборах, Петя или Миша? И вы начинаете сравнивать их шансы, забыв, что в выборах принимает участие еще восемь кандидатов. Несмотря на развитые информационные технологии, большинство людей живет в своих тесных, замкнутых мирах. Есть такое понятие в политологии – синдром плюралистического невежества. Его ввели американцы где-то в конце 90-х годов. Синдром в чем состоит? Вот у тебя есть там 100 знакомых, вы покупаете продукты примерно в одном супермаркете, слушаете там одно радио, ездите на шашлыки примерно в одно место. То есть вот твой круг общения, и тебе кажется, что все слушают там «Эхо Москвы», все ходят там в такой-нибудь там Ашан, там все ездят отдыхать в Египет. Стоит тебе шагнуть за этот круг общения и найти 101-го человека, который покупает продукты не в Ашайне, а в метро, и слушает шансоны «Эхо Москвы», и не читает «Коммерсант», и картина мира разрушается. Если цвета, то темные. Если запахи, то слегка рисковатые. Если животные, обязательно кровожадные. Именно так большинство россиян на подсознательном уровне воспринимают власть. Людям импонируют свои парни, которым можно пожать руку, с кем можно сфотографироваться и даже выпить, но голосуют, как правило, за жестких лидеров. Самые, пожалуй, безобидные пиар-технологии изучают в МГУ. Здесь еще в начале 90-х вышли за рамки обычного «нравится-не нравится» и попытались охарактеризовать политического деятеля с помощью ассоциаций, которые его персона вызывает у людей. Первое наше исследование, которое мы проводили в 93-м году за три недели до выборов, нам показали, что люди, которые говорили о Гайдаре, что он умный, он хороший, но на вопрос о том, будете голосовать, отвечали, да нет, не будем. Почему объяснять не могли? А когда мы стали смотреть, например, ассоциации с запахами, то выяснили, знаете, чем он пахнет? Булочками. Похожая ситуация была и с Черномырдиным во времена его премьерства. Именно Виктора Степановича в период тяжелой болезни Ельцина в 96-м прочили в преемники. Но в какой-то момент Черномырдин исчез с политической сцены, а затем и вовсе лишился министерской должности. Как позже показали исследования, перед тем, как покинуть пост премьера, Черномырдин перестал вызывать у народа какие-либо ассоциации. Чего не скажешь о Владимире Жириновском. Его персона у большинства людей вызывала негатив. И все же он живее всех живых. Мы делали большое исследование по Подмосковью. Интервьюер мне потом пишет отчет об этом интервью и говорит, вот женщина, которую просили сравнить Жириновского с другими политиками, дала очень плохие оценки. А когда интервью закончилось, и у нее стали отбирать фотографии, она говорит, оставьте мне ее, пожалуйста, и прижимает к груди. Сам Жириновский не отрицает, что его позиция, равно как и позиция партии, которую он возглавляет, агрессивно. Но таковы, уверен Владимир Вольфович, правила игры. Слабым людям в политике делать нечего. Даже фирменный цвет либерал-демократов он попытался максимально приблизить к темным тонам. Зеленый занятый цвет мусульмане или экологи. Красный, известно чей цвет, коричневый, известно. Все цвета заняты, поэтому мы взяли темно-синий. Бирюзовый тоже непонятно какой-то будет, сиреневый непонятно. Вот темно-синий и желтым надпись ЛДПР. Вот наши, допустим, зажигалки тоже. И темно-синее написано ЛДПР. Духи, одеколон мой тоже, видите? Именно Жириновский в свое время сделал ставку на агрессию, граничащую с бытовым халством. Пошел вон отсюда из студии! Я тебе сказал, пошел вон отсюда! Пошел отсюда, нахер! Падона! Пошел отсюда! Тебе сказали! Я еще раз говорю, я подам в суд. Пошел куда хочешь, такой суд может идти. Размажу тебе всю голову! Похоже, Владимир Вольфович накрепко усвоил главное правило пиара. Не важно, что о тебе помнят. Главное, чтобы помнили. Ведь пиар-проекты не живут долго. Да не было скотина! Выберни его отсюда, подлеца! И расстреляй его там в коридоре! С момента приговора, вынесенного Пусси Райет, прошло чуть меньше месяца, когда мы провели простой эксперимент. Опросили три десятка людей на улице. Вопрос простой. Кто такие Пусси Райет и что они сделали? Только трое ответили правильно. Пусси Райет, ну, услышал, конечно. Что они сделали, расскажи, пожалуйста. Ну, в церкви устроили бардачок небольшой. Большинство формулировок было расплывчато. Они ввели неоднозначную акцию в Храм Христа Спасителя. Пятеро не знают этого названия. Вы знаете, кто такие Пусси Райет? Нет. А что это такое? Даже не для экрана можно. Пусси Райет? Что касается реакции Патриарха, может быть, ему стоило выйти и сказать, что это просто провокация, не обращайте внимания. Но он поступил по-другому, то есть решил использовать это для того, чтобы мобилизовать паству. Это тоже один из выходов. Дело в том, что всегда неравновесные ситуации предполагают множество правильных решений. Если бы просто промолчали и продержались какое-то количество, это было бы правильное решение. Если бы Патриарх вышел и напоил бы девушек чаем и накормил бы их блинами, это тоже правильное решение. Кирилл Патриарх выбрал определенную логику, не ту, которую там предлагали какие-то другие люди. Он ее, в принципе, реализовал до конца. Если сейчас еще будут внесены определенные законопроекты, которые запрещают подобные провокации, разжигание национальной розни и прочие-прочие вещи, ну, так сказать, тем более тогда будет, против традиционных конфессий имеется в виду, но тем более он получит то, что хочет. Пиар не задает вопросов, зачем. Он отвечает на вопрос, как. Как из труса сделать осторожного и дальновидного? Черное назвать белым и заставить большинство выбрать то, что нужно. Кому? Не важно. Тому, кто оплачивает работу политтехнологов и рекламщиков. Можно ли противостоять пиару? Можно. Достаточно знать, как это работает, и включить мозги. Теперь вы знаете. Дело за малым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok